Обучать второе. Вот интересно ты сказал по поводу, что разогнал после твоего дома. Ты знаешь, я хочу сказать, что я многих спрашиваю, вы останавливаете, когда малолетки курят, пьют? Да нет, что мне их будут останавливать, они еще по голове надают. Многие мне люди так отвечают. Ну, малолетки, понятно, что бабушка не разгонит, правильно? А когда взрослые мужчины, у которых вы мне задали вопрос, есть ли дети, если у меня есть дочь, я вижу, что она, проходя или играя в песочнике, она в песочнице наблюдает, как чуть девочки старше пьют пиво с мальчиками, это считается нормально? С 11-12 лет уже начинают? Естественно, у нее и вырабатывается уже, что это можно. Я почему ей сказал, что если я не переношу это, и не даю возможности, чтобы мой ребенок это наблюдал и видел, и не воспринимал это как в порядке вещей, если каждый так будет к этому относиться. То есть взрослому мужчине, я опять же, не призываю, чтобы это делало женщины или... Ну, обязаны, взрослые мужчины просто обязаны. А мужчина, у которых есть дети, который проживает, наведет порядок в своем дворе, в том, в котором он проживает. Потому что дети, которые живут в этом доме, они не будут сидеть пить под подъездом пива, они будут сидеть приходящим. Вот когда он отправит их к себе во двор пить, в том, в котором они проживают, а в своем не разрешит этим заниматься, тогда у нас будет порядок. А если все будут равнодушно смотреть, порядка не будет от этого. И бояться, я думаю, взрослому мужчине, здоровому, кого? 15-летних или 14-летних. Бояться нужно то, что... Тогда это не мужчина. Бояться нужно то, что твоя дочь или твой сын... Через 5 лет будет рядом сидеть, только в соседнем дворе употребляйте, и в соседнем дворе спиртное и курить. Согласен. Это классный совет, это супер совет. Ну, это мое мнение. Ну, это хороший совет. Это просто название такое. Вот смотри, мы хотим... Дима, можно, ну, ты, да? Да, конечно. Мы хотим сделать... Вот наше движение «Родители против наркотиков», мы хотим, значит, сейчас несколько сделать во звании таких, ну, громких таких заявлениях. Во-первых, вести комендантский час для детей. И мы даже не просто будем спрашивать мнение у населения. Я абсолютно уверен, что население, ну, большинством голосом согласится. А мы будем требовать власть, чтобы она ввела этот комендантский час. И требовать потом правоохранительные органы, чтобы они все-таки исполняли этот закон. Чтобы банды этих малолеток не шлялись по ночам. А родители в это время не ёрхались и не шорхались. Где их дети? Что с ними детьми? Понимаешь? Мы требовать будем. Мы даже не будем там обсуждать этот там референдум. Требовать. Вести комендантский час, потому что нам объявлена война. Конкретно объявлена война. Значит, второй момент. Ну, здесь как бы требовать мы не сможем. Здесь мы будем согласовывать, как бы, но просить общину, просить городскую общину, чтобы ввести в школах, начиная там, я не знаю, с пятого, с шестого класса, ну, здесь надо обсуждать, здесь надо подключать профессиональных психологов, чтобы ввести тестирование. Добровольное тестирование, опять же, обязательно мы не сможем это вводить. Добровольное тестирование на злоупотребление алкоголя, наркотиков. Я думаю, этим добровольным дети пойдут тестироваться? Я думаю, что родителям нужно донести до родителей, что это будет очень правильно. Ну, это не только родители. Ну, родители, но через родителей. Ну, конечно же. Не добровольно тоже будет? Не, ну, конечно же. В любом случае, родители тут должны присутствовать, потому что нас, чтобы эти правоохранители тут просто копытами забьют. Это как бы, ну, это тоже шаг будет в сторону отрезвления общества. Что бы еще предложили нам? Какие еще шаги к отрезвлению общества? Вот по поводу того, что каждый на своем, в своем дворе должен... Вот это мне... Вот тогда будет больше мне... Это мое мнение. Будет больше результата положительного. Когда каждый найдет порядок, когда я просто повторюсь, может быть... Повторюсь, повторюсь, это очень важно. Это очень важный момент. Ну, конечно же, он идет порядок в том месте, как говорится, даже не в своем дворе, а в своем доме. В своем доме, в своей квартире. Когда он не будет проходить, теснится к стенке, проходить по лестничному маршу, когда там сидят, пьют пиво молодежь, а возьмет за ухо и выведет. Да, согласен. Тогда будет порядок. Я сомневаюсь, что эта молодежь придет обратно в этот двор или в этот подъезд и будет там сидеть. Однозначно уже не придет. Мое мнение... Пару раз вызвать милицию, если сам не может. Вызвать милицию. В доме проживают все, да, угрозные. Конечно. Вот та же самая община. Конечно, конечно. Знают соседа, знают того. Тогда можно выйти и сказать, ребята, с тем же соседом, если сам опасаюсь. Ребята, поднялись и идите домой, с родителями пейте пиво. Да, идите домой, в доме пейте пиво. И все, и они больше не придут сюда. Это уже проверено практикой. А если мы будем проходить и видеть, как они сидят на скамейках, на которых потом дети играют, сидят ногами на пыльцах, и мы будем равнодушно проходить, смотреть, как они плюют, ну тогда порядка не будет. И говорить, вот мне еще нравится, мои дети не пьют, мои дети не пьют. Они это видят. Они видят это. Они это видят. Они видят, что общество относится безразличным. Почему? Ну, я подрасту, тоже этим буду заниматься. Потому что мой папа не реагирует, считает, что это нормально. Я считаю, что это ненормально. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо.